Невский проспект На три части. За нашей спиной остался Старый Невский проспект. Мы едем по центральной части Невского проспекта, а как только пересечем фонтанку, будет парадный Невский. Раннее утро и вот такой яркий в красках город. Вот слева торговые ряды, весь в огнях, красивый и приятно начинать экскурсию с таких ярких красок города. Сейчас мы подъезжаем уже в парадной части. Перед нами река Фонтанка. Далее мы едем на площадь Островского, где установлен памятник Екатерины II. Он был установлен в 1873 году. Напротив Александрийского театра возвышается величественный памятник Екатерины II. Императрица взирает на шумный Невский проспект, расположилась в полоборота к императорской, публичной и ныне российской национальной библиотеке. Бронзовая фигура Екатерины II держит в руках скипетр и лавровый венок. С плеч спадает мантия. У ног возлежит корона Российской империи. Императрица изображена с осанкой высочайшей особы. С улыбкой на лице вокруг пилистала расположились фигуры видных деятелей Екатерининской эпохи. Вот такой величественный памятник. А смотрит она на Елисеевский магазин. Пример гармонии архитектуры города и Невы – Стрелка Васильевского острова. Один из главных архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга. Вот мы приближаемся к Стрелке. Раннее утро, и поэтому отлично смотрится вот панорама Невы. Виден эрмитаж, который вытянулся вдоль Невы. Васильевский остров стал застраиваться в Петровские времена. Пётр I решил сделать Стрелку культурным и деловым центром. Расстраиванные колонны в XIX веке выполняли функцию фонарей. Всего на колоннах расположены четыре статуи, которые представляют четыре реки Российской империи. Вот здание биржи. Центральное строение Стрелки Васильевского острова было построено в 1805-16 годах. Напоминает древнегреческий храм. Очень монументальный и торжественный. Мы возвращаемся с Васильевского острова. И знакомимся с Санкт-Петербургской государственным университетом. Это главный корпус. Здание двенадцати коллегий. Строительство началось при Петре I. Это главный корпус. А ещё есть много во всём городе. Несколько других корпусов, в которых несколько факультетов. В следующем видео я расскажу Вам о других достопримечательностях Санкт-Петербурга. До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok